Жить в студии втроем, два месяца не выходя из дома, ну это ад кромешный. Именно пандемия заставила барнаульцев по-другому взглянуть на загородную жизнь. Точнее, стала спусковым крючком. В центре «Мой бизнес» эксперты обсуждают, что раньше жители многоквартирных домов не позволяли себе даже смотреть в сторону коттеджей. Сегодня свой дом перестал быть роскошью, уверены спикеры. Конечно, жилье за городом имеет свои минусы. Но, как считают эксперты, сегодня в частном доме стало проще жить за счет автоматизации процессов. Технологии позволяют автономно топить, это там ни дрова, ни уголь, ни таскать. Технологии позволяют ставить, условно, водоотведение, септики, которые не требуют выхода на улицу. Простота использования частного дома, она повысилась, и, соответственно, привлекательность стала гораздо больше. Еще один важный аргумент в пользу покупки и строительства дома – приемлемая цена и понятные платежки. Женщины в возрасте, особенно пенсионерки, они говорят, ну, наверное, нам пора избавляться от трехкомнатных квартир, потому что мы своей пенсией не тянем коммунальные платежи. Но и семья, у которой платеж по ипотеке плюсом идет, поэтому они говорят, лучше мы в частном доме, ну, в коттедже, да, в своем будем жить и регулировать отопление. Есть круг платежей, которые, ну, у меня, например, вызывали всегда вопросы, там, текущее содержание, значит, УДМ, все прочее, значит, такие спрятанные деньги, капитальный ремонт затраты, когда вам будет непонятно. А здесь ты платишь за себя и платишь гораздо меньше. Кстати, эксперты советуют при покупке или строительстве дома уже заранее задаваться вопросом, «А как я его буду продавать?» Именно поэтому стоит отказаться от башенок и прочих визитных карточек из 90-х. Другими словами, строить наперед, думая о том, как дом будет смотреться через 10 лет. Если раньше люди строили дома по 200-300 квадратов, это было, ну, как бы нормально. То есть сейчас все понимают о том, что можно в нормальной площади, я имею в виду, порядка 100 квадратов, да, то есть относительно небольшую, вместить абсолютно все, что будет удобно, комфортно, в принципе, для проживания. Кстати, обсуждение в таком формате – это новый проект сетевого издания «Толк» и журнала «Автограф. Время трендов». На следующих встречах спикеры из разных сфер будут обсуждать веяние в мире инвестиций, моды, строительства и не только. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.